Пока снег не растаял, успеть стать на лыжнём. Новосибирские врачи доказали, что выдержка и быстрота принятия решений важна не только у операционного стола, но и на дистанции. О том, как это было Наталья Цопина. Самый опытный анестезиолог области Михаил Иванцов зарядку делает ежедневно. Вспоминает, даже когда работал в тропиках, регулярно пробегал 12 километров. К этому забегу тоже подготовился основательно. В эту субботу прошёл я 5,5 километров, брал лыжи в берёзовую рощу. Очень удачно лыжи были. Мне сказали, что один круг 1 километр, а я рассчитывал на 3. А потом выяснил, что один круг 1,7. И я прошёл 3 круга и почувствовал, думаю, что-то не так, это не 3 круга. Но я могу и 10 пройти. На лыжне несколько десятков медиков. Мужчины бегут 2 километра, женщины – один. Уверяют, такие спортивные состязания областная больница организует не ради пьедестала. Задача, которую мы всегда ставим, это просто выехать на природу, подышать свежим воздухом, взять с собой детей, взять с собой друзей, взять с собой семью, для того, чтобы здесь 3-4-5 часов просто побыть. Задача, чтобы привить людям желание заниматься спортом, любительским, разумеется. Провести время хорошо, с коллективом пообщаться. Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. Со спортивным инвентарём сегодня не все. Помимо лыжной гонки, конкурсы для детей и угощения. Чай, морс, пирожки и фирменная гречневая каша. Каша вкусная. Я могу её сравнить с тем, что я был в половину её, вот такой маленький, во время Отечественной войны. И вот такую кашу я в детстве ел. Евгений Благитко – один из самых опытных хирургов региона. Сегодня он в качестве заслуженного болельщика. С нетерпением ждёт финиша своего коллеги Михаила Иванцова. На улице морозно, на лыжне людно. Михаил Иванцов отмечает. Трасса для начинающих, поэтому много народу катается. Не сильно сложная такая, нормальная. Нет, всё нормально. Это на разминочная трасса для Михаила Горыча. Всё нормально. У меня трасса 5 километров. Отдохнули и дальше в стены больницы. К новым победам. Теперь на рабочем месте. Наталья Цопина, Константин Менин. Новости ОТС.